Информатизация и развитие высоких технологий – тренд региона. К примеру, на тюменских медиков все чаще равняются коллеги из других областей. В 2016-м нашу область признали лучшей в России по качеству медицинских услуг. Юлия Сауляк о том, почему к нам едут лечиться люди со всей страны. Этот тюменский случай вошел в историю мировой медицины. Ребенку, кровь которого почти не сворачивалась. Врачи провели сложнейшую операцию на мозге. Помочь малышу не решились ни в одной клинике мира. Наши доктора спасли. В тюменском нейроцентре подобных историй сотни. Такого условия и качества выполнения операции практически нет ни в одной клинике. В Российской Федерации точно. И буквально по пальцам такие клиники оборудованы в Америке, только там и в очень высокоразвитых странах. Около 2 миллиардов рублей тратится ежегодно на обеспечение жителей региона высокотехнологичной медпомощью. Показатель превышает общероссийский почти в полтора раза. Объем такой помощи растет во всех клиниках области. Лор-врачи применяют 3D-импланты, онкологи, генную инженерию и новые радиоактивные препараты. Уникальные технологии используют кардиологи, неонатологи и врачи разных профилей. Все по полису и в кратчайшие сроки. Очередности в нашем регионе на высокотех практически нет. Она остается только в единичных каких-то случаях. И наши северные соседи все чаще и чаще обращаются за плановой медицинской помощью в данные учреждения. И не только северные соседи, но и южные территории, и даже ближние зарубежья. Уже второй год регион принимает большой поток медицинских туристов. Со всей страны люди едут за здоровьем в Тюмень. Особый спрос на онкоурологию, хирургию живота, грудной клетки, пластическую и лор-хирургию. В проекте «Станем ближе» первая областная больница, медгород, санаторий Сибирь, медсанчасть, нефтяник. 34% это больные из других регионов. Такие как Пермская, Томская, Омская область, Курган, Дальний Восток. Держать марку стремятся и поликлиники. 9 участковых врачей Тюмени вошли в топ-500 терапевтов России. Лучшей в стране признана и регистратура пятой поликлиники. У нас есть даже такие примеры, что пациенты ходят в поликлинику и уже знают каждого регистратора по имени. Обращаются именно к этим регистраторам. Я думаю, что это заслуга наших регистраторов и доверие пациентов. Тюменцы одни из первых в стране оценили удобство электронных медкарт, электронных очередей, дистанционных способов записи на прием. Раньше я дома записывалась, а сейчас могу на телефоне. Едешь в машине, что-то с ребенком произошло или где-то идешь. То есть телефон практически с нами всегда находится. Пользуется популярностью и личный кабинет пациента на портале госуслуг. Не выходя из дома, можно узнать о прививках ребенку, результаты анализов, получить некоторые справки. Видеть какую-то информацию о медицинских услугах, которым были оказаны медицинские организации, он может получать информацию о стоимости этих медицинских услуг, он может осуществлять определенные запросы. По итогам диспансеризации лишь треть населения здорова полностью. Медицинская помощь востребована и ее уровень среди критериев качества жизни на первом месте. А значит тюменским специалистам придется держать планку. Юлия Сауляк, Тюменское время.